привет всем поговорим сегодня о микшере в нотном редакторе sibelius 6 итак чтобы открыть микшер можно использовать два варианта это панель инструментов нажимаем на вот эту кнопку или с помощью клавиши m английской итак смотрим вверху здесь у нас четыре кнопки есть которые отображают те или иные вкладки микшера сейчас я закрою все кроме первой и посмотрим что здесь какие есть функции и так здесь мы видим все инструменты которые присутствуют в партитуре вот этот бегунок у нас регулирует громкость инструмента вот этот местоположение в левом в правом канале это панорама дальше вот эта кнопка показывает интерфейс вашего в ст плагина через который воспроизводится звук ну это может быть библиотека звуков sibelius 6 это могут быть дополнительные библиотеки звуков которые используются в других программах таких как cubase например или pro tools если у вас macintosh и эти сэмплы подходят к sibelius и если он их распознает и открывает вы можете их использовать в качестве звуковой библиотеки в данном случае здесь установлен gm модуль вы можете поискать в интернете этот плагин он очень удобный для тех кому не нужен какой-то супер шикарный звук и кто не хочет слишком много места выделять оперативной памяти на жестком диске для звуков но кому необходимо переводить в свои файлы в аудио вариант ну или просто чтобы она звучала хотя бы чуть чуть лучше чем midi звук итак здесь у вас может быть какое-то другое название под этой строчкой мы видим название инструмента здесь выбираются уже сами инструменты например я выберу гитару и увидите что здесь уже пишет не определено то есть название инструмента не будет пока не нажмете вы вот эту вот кнопку тестовый звук тестовый звук он позволяет прослушать тот инструмент который вы выбираете вот эти вот две два регулятора это реверберация как видите она устанавливается на каждый инструмент отдельно для чего нужно это ну например вы хотите отдалить инструмент какой-то это делается с помощью реверберации например труба звучит вам кажется очень близко ну есть такой эффект когда инструменты кажется к вам ближе там или дальше так вот это расстояние она регулируется с помощью реверберации если вы поставите большую реверберацию то будет создаваться ощущение что инструмент стал дальше если при этом у остальных реверберация меньше вот для этого она и существует хорус тоже эффект уже на усмотрение каждого используется если вам нужен этот эффект используйте что это такое вы можете почитать в интернете посмотрите я не буду вдаваться в подробности что еще здесь вот две кнопки соло это понятно что все инструменты выключаются звучит только один этот и м заглушить это кнопка здесь имеет две функции значит когда мы нажимаем первый раз она приглушает инструмент на половину второй раз полностью ну и третий раз опять включается ну в общем по этой вкладке здесь у нас все ну регулятор общей громкости он включается выключается вот здесь итак переходим на вторую вкладку здесь что у нас здесь регулируется громкость групп ну допустим здесь только вот струнные есть но все у вас симфоническая партитура или там ансамбль разные группы присутствуют то здесь будет отображаться несколько групп и вы можете регулировать громкость групп то есть не отдельно каждого инструмента как здесь а именно целой группы также присутствует кнопка соло и приглушить если вы хотите приглушить только одну группу остальные послушать ну в общем это очень удобные полезные функции следующая вкладка это кстати здесь подсказки есть вот при наведении на кнопку видим показать скрытие виртуальные инструменты и так для начала объясню что такое виртуальные инструменты вот тот самый g модуль который в данном случае установлен сибелиусе заходим воспроизведение устройство воспроизведения и смотрим здесь активное устройство вот здесь есть если у вас стоит библиотека звуков сибелиус 7 вернее сибелиус 6 то кстати сибелиус 6 звуки можно использовать также версии сибелиус 7 значит если у вас установлена эта библиотека она отображается здесь но чтобы ее активировать нужно перенести ее вот сюда правую часть как видите активируется это вот так одной кнопкой так здесь вот ну если у нас лишний нажимаем деактивировать вот как эти инструменты сюда попадают объясняю допустим у вас стоит стандартная конфигурация general midi видите здесь все серенько они недоступны что можно сделать создать вот как и сделал и создаем новую конфигурацию как нибудь называемые ты у нас активируется то что есть здесь чтобы здесь в ваши звуки появились которые вы установили отдельно заходят настройки аудио устройства и здесь видите папку папка виртуальных инструментов и эффектов и выбираете папку в которой у вас установлены в ст именно в ст инструменты плагины по умолчанию видите здесь папка в ст плагин так вот в общих чертах я вам объяснил суть и так у нас пропал здесь инструмент возвращаемся на ту конфигурацию и так видим что здесь у нас виртуальные инструменты в микшере также регулируются по громкости и здесь панорама регулируется тоже соло приглушить но здесь еще есть четыре регулятора fx что это такое опять чтобы объяснить идем настройки воспроизведения здесь мы видим вкладку эффекты значит есть эффекты по всему аудиосигналу это значит что на выходе будут обрабатываться все и уровень этого эффекта по моему не регулируется но посмотрите по микшу если просто здесь не установлены сейчас эффекты не могу показать но если мы ставим на шину эффектов шина эффектов 1 шина эффектов 2 это вот шина эффектов 1 это fx 1 вот это вот шина эффектов 2 соответственно вот это для чего это нужно допустим вы ставите ту же реверберацию или какой-то другой эффект например delay или другие какие-либо эффекты ну я скажу может быть кому нужно есть плагины waves есть плагины nomad factory вы можете их ставить и использовать в себе лиусе они отображаются здесь и тогда вот здесь в выпадающем меню будут название вот этих эффектов выставляете здесь этот эффект закрываете а вот здесь уже регулируйте его уровень и на том в ст инструменте который вы выбрали будет действовать именно вот этот эффект здесь будет такой же эффект но допустим можете больше уровень поставить дальше заходим вкладку следующую fx ну это вот те шины эффектов которые были в настройках воспроизведения и вы можете регулировать также здесь выход как видим выход шины эффектов что вот здесь главное на что внимание хочу обратить выше это вы видите подсказку здесь показывается уровень 0 0 децибел я не рекомендую выходить за уровень 0 децибел и сдвигать вправо чтобы здесь было плюс почему потому что идет перегрузка зашкаливание и у вас получается искажается звук лучше что можно сделать лучше просто прибрать звук на других каналах инструментах до чего нужно начинать если вы хотите хороший баланс выстроить конечно с баланса инструментов каждый инструмент вы нажимаете допустим там два или три инструмента соло выстраиваете их громкость между собой дальше вы можете первый отключить добавить вот этот так регулировать и так постепенно перемещаться вниз потом слушать группами заходим сюда слушаем там две три группы как вам удобно это подобие такого сведения которое делается уже конечно в программах предназначенных заточенных именно под сведения такие как кубайс но здесь тоже кое-что можно сделать ну и дальше уже вы регулируете эффекты здесь уровень этих эффектов и вот значит регулятор общей громкости конечно стандарт на выходе 0 децибел вот на входе желательно прибирать в минус то есть инструмент прибирать в минус если у вас какой-то тихий инструмент не делайте вот так его на плюс 6 децибел лучше оставьте на месте а остальные сделайте тише ну вот в принципе все по микшеру